В прямом эфире РБК Алфа мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. Сегодня на оперативном совещании в мэрии глава администрации Уфы попрощался с коллективом и поблагодарил коллег за совместную работу. Эрик Елалов отметил заслуги своих предшественников на посту градоначальника, поддержку республиканских властей, благодаря чему Уфа, отметил мэр, за последние 7 лет совершила мощнейший рывок вперед. «Мы оставляем очень хороший задел на ближайшие годы», заявил Эрик Елалов и обозначил первоочередные задачи. В их числе ввод жилья, развитие системы общественного транспорта, строительство и ремонт школ, а также проблема городских кладбищ. Жизнь большого мегаполиса – это очень сложный организм. Я назвал только несколько таких вешек. Очень сложный организм. И без поддержки республиканского правительства столица не может развиваться качественно. В существующих международных отношениях все мантипалитеты сидят без денег. На элементарные вещи денег нет. На элементарные вещи денег нет. Это ладно, Уфа еще по российским меркам богатый город считается. У нашего города замечательное будущее, хорошее будущее. Если в пятницу будет принято определенное решение, вы знаете какие, да, то мы будем вам помогать с расстоянием на 1430 километров в полу. Напомню, на прошедших 9 сентября выборах в госсобрании Башкортостана мэр Уфы получил право на мандат депутата регионального парламента и написал заявление о досрочном прекращении полномочий главы городской администрации. Своё решение по этому поводу депутаты горсовета вынесут 27 сентября. На первом заседании нового созыва Курлтая 28 сентября депутаты, как ожидается, изберут Эрика Елалова сенатором от республики в Совет Федерации. Бюджет Башкортостана за 8 месяцев исполнен с профицитом в более чем 34 миллиарда рублей. Доходов почти 158 миллиардов, расходов 123 с половиной, сообщили в республиканском Минфине. Объём поступлений в казну вырос по сравнению с тем же периодом 2017-го на 27 процентов. Затраты увеличились на 10,5. Рост налоговых и неналоговых доходов превысил 30 процентов. Наибольшую динамику демонстрирует налог на прибыль организаций более чем в полтора раза. НДФЛ и налоги на имущество плюс около 12,5 процентов, на совокупный доход почти на 11,5. Поступления акцизов, напротив, снизились на 2,5 процента. В структуре расходов традиционно превалирует социальная составляющая. На различные выплаты населению и субсидии бюджетным организациям направили три четверти общего объёма затрат. Шиханы не только уникальный памятник природы, но и археологии, заявляют учёные республики. По их словам, на вершине горы Тор-Атау находится крупный объект исторического наследия, которому ещё в начале 60-х годов 20 века присвоили статус памятника федерального значения, и он находится под охраной государства. Однако, отмечают специалисты в спорах о возможной разработке горы башкерской содовой компании, об этом факте практически никто не упоминает. Хотя ряд экспертов-археологов утверждают, археологическая ценность – одна из главных причин, почему Тор-Атау необходимо оставить неприкосновенной. На вершине этой горы расположен памятник археологии. В нормативных документах он известен как городище. Этот памятник был известен ещё с 18 века, в том числе и описывался рычком в топографии Оренбургской. И они указывали, что на вершине горы Тор-Атау есть следы земляной крепости. Как отмечают археологи, на вершине Тор-Атау обнаружены следы эпохи раннего Железного века, а также фрагменты керамики Средневековья. В разное время специалисты проводили здесь многочисленные исследования, но пока лишь разведочного характера. Чтобы оценить масштаб исторического памятника, требуются полноценные археологические раскопки, как и на других шиханах, на которых также, по словам учёных, имеются особо охраняемые объекты. В завершении информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар просел на 9 копеек 66.15, евро в минусе на 39 копеек 77.68. Лучшие обменные курсы на данный момент – покупка доллара в Росбанке за 64 рубля ровно, продажа в банке Финам за 66.06. Наиболее выгодные предложения по покупке евро в Юникредитбанке за 74.57, продажа в Акбарсбанке за 77.72. К этому часу пока всё. Оставайтесь с РБК.